Дорогие мои, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Rustem Beauty, что означает, что меня зовут Rustem, и я немного бьюти, и сегодня у нас обзор на новинки от бюджетного бренда Soda. Бренд Soda выпустил новую коллекцию в коллаборации с мультфильмом «Холодное сердце. Часть 2». Это тот мультик, где играла вот эта песенка. Let it go! На-на-на! На-на-на-на! Или «Холодное сердце», «Храброе сердце». По-английски этот мультик называется Frozen. Умно, я сейчас расстегнул вот эту застежку, а то я был готов умереть просто от того, что меня это все душило. Почему мне не прислали эту косметику, я не понимаю вообще. Почему? Поэтому я за свои деньги пошел купил ради... Понятное дело, я это сделал не ради соды, я это сделал ради своих подписчиков. Так что, мои хорошие, меньше слов, больше дела. А мы переходим к тестированию новой коллекции бренда Soda и «Холодное сердце». Поехали! Как всегда, начнем мы с того, что изучим, что же сколько стоит. Бренд Soda представлен, ну, не эксклюзивно, а в сети L'Etoile. Бренд Soda также это подбренд L'Etoile. Так что, ну, понятно, где мы можем найти бренд Soda. Ну, а давайте пробежимся по ценам. Мои хорошие сладкие бусинки, мои булочки красивые, родимые, незабываемые. Жидкий хайлайтер стоил 599 рублей, пакет из переработанного пластика 3 рубля, жидкие тени 499, жидкая подводка 399, хайлайтер 599, палетка 1299. За всю коллекцию мне вышло 3398, при том, что, мои родные, понимаете, что палетки вышло 3, хайлайтера вышло 3, просто если это все закупать, это 1012. А на Soda я столько тратить не собираюсь, ну, присылать не хотите, ну, и идите. Знаете, буква U. Ну, это наше любимое с вами. Давайте я вам покажу, как выглядит новая коллекция, мы скорее начнем это все тестировать и так далее, и тому подобное. А насчет оформления я даже не буду ничего говорить, потому что оформление выше всяких похвал. Выглядит это все красиво, очень красиво и в концепции мультфильма. У меня палетка сегодня на обзоре, которая называется Into the I Know. Это Frozen 2, Into the I Know, здесь у нас, здесь у нас, написано даже на русском, 30 грамм теней, 30 грамм продукта. Где это сделано, где это сделано? Ну, наверное, в Китае, но я хочу, я хочу убедиться. Да, произведено в Китае, и мне показалось, это палетка, во-первых, одной из самых ярких, ярких. Вот, можете обратить внимание, тут как бы такая плюс-минус интересная подборка оттенков. Здесь нас встречает хорошее зеркало, зеркало действительно хорошее, большое. Рефилы теней подписаны, как называются. Ну, такая, знаете, история, я бы назвал так, такая новогодняя палеточка, есть и синий, и красный, и такие морозные, и сияшки, и черный, что самое главное, затемнить, все, что нужно затемнить, как говорится, палетка выглядит интересно, поэтому интересно будет ее протестировать, так же она хороша внутри, как и снаружи, вот, ответить нам на этот вопрос. Далее, так же я купил хайлайтер, который называется People of the Sun, это оттенок People of the Sun, и тут я, будет небольшой спойлер, я поражен этим хайлайтером, 599 рублей для него это та цена, которую он стоит. Вот, действительно, без преувеличений, без преуменьшений ценник соответствует качеству. Так же, едем дальше, едем дальше, у нас будет, кстати, еще очень милая упаковка, оформление, тут все вот эти вот холодные сердцем, также нам бренд положил наклеечки, такие вот у меня есть теперь наклеечки холодного сердца, тут у нас белая подводка, была не только белая, была еще какая-то, здесь у нас также, я еще заказал жидкие тени, ой, я порвал упаковку, все время что-нибудь рву, господи, это оттенок Snow Queen 01, вот так вот у нас выглядят сияющие тени, сияющие тени, и последнее что, последнее что, главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел, и здесь у нас еще жидкий хайлайтер, коллекция вся светлая, сейчас будет все засвечено, пожалуйста, не засвечивай, это хайлайтер в оттенке 001 North Wind, 15 мл, и начнем мы как раз именно с него. И тут у меня такой, знаете, декаданс, и здесь у меня такой, знаете, десонанс в декадансе, потому что, когда я сделал сводч этого хайлайтера, я подумал, что ебушки-воробушки, котики мои, вот у меня реально было ощущение, ебушки-воробушки, потому что блестит это, ну, нереально, просто нереально, это такое красивое сияние, это просто можно лечь и кончить без рук, сияние невероятно красивое, переливы из фиолетового в синий в розовый, это выглядит просто потрясно, но когда я начал наносить этот хайлайтер на незакрепленный тон, он полностью смешался с тоном, я не понимаю, что это за текстура, текстура действительно, знаете, интересная, как мне кажется, маслянистая, вот, видите, я как бы все растер на руке, на ключицах это будет выглядеть шедеврально, шедеврально врать не буду, вообще то, как этот хайлайтер сияет, это заслуживает отдельных аплодисментов, но он совершенно не приспособлен для того, чтобы сидеть на тональной основе, ну, сейчас я убедился в этом, когда наносил этот продукт на незакрепленный тон, сейчас у меня тон закреплен пудрой, по всем правилам так делать нельзя, но я думаю, может эта текстура будет работать так, то есть, если мы нанесем этот хайлайтер на закрепленный тон, потому что он очень красивый, он, у него безумно красивая баночка, он, это просто, ну, это, это шикарно, это шикарно, мне кажется, давайте я попробую нанести его кистью, попробую, попробую, если я буду видеть, что он ест тон, да, он ест тон, Друзья, этот продукт просто делает безбожные дырки, безбожные дырки за счет того, что в составе есть, видимо, масло, за счет того, что такие блестки, такая текстура, он делает моментально дыры, зачем делает, я понимаю, что это очень красиво, но куда мне это наносить, я не понимаю, на кадык, единственное, куда я могу сегодня это нанести, это на свой кадык, потому что я нанес на лицо, ну, вот знаете, если еще пальчиком как-то подшаманить, то можно, можно его аккуратно нанести, но, опять же, я вижу, как остаются на тональной основе отпечатки пальцев, и прям желание сбежать, если бы, если бы эта текстура была, если бы такое сияние было с нормальной текстурой, которая не прожирает ваш тон, это был бы просто мой однозначный фаворит, он был бы на всех, абсолютно, сейчас Новый год, сейчас будут макияжи, это был бы мой просто, ну, must have, но, так как эта зараза делает просто дырки, дырки, вот просто он делает дырку, он нафиг стирает ваш тональный крем, нанести хайлайтер на лицо или тело, чтобы прять сияние, ну, как бы, ну, с тоном это вообще не работает, вообще, он не connected, знаете, вне зоны доступа, мы не опознаны, мы ищем господа, но не нашли его мы, мне очень жалко, что такой хайлайтер, такой хайлайтер делает дыры, поэтому, конечно, я не могу его порекомендовать, поэтому это нам не нравится, ну, давайте объективно, потому что мы просто не можем им пользоваться по назначению, но зараза красиво сияет, это, знаете, и хочется и колется, но куда его применять, ну, на тело размазывать, ну, да ладно, а вот сейчас у нас речь пойдет о компактном хайлайтере, то есть сухом, он чем-то напоминает хайлайтер от Джеффри, фрост, вот этот вот, бюджетнее, он стоит, и он, конечно, и он, конечно, я не буду врать, он дает шикарное сияние, шикарное сияние, это оттенок, как я уже сказал, People of the Sun, вот такой вот у нас свотч этого хайлайтера, безумно красивое, морозное сияние, просто безумное, на коже это выглядит тоже шедеврально, очень хорошо хайлайтер выглядит на коже, но для того, чтобы его нанести как фэнти, вот знаете, чтобы он сиял, похож на фэнти, я советую наносить его пальчиком, вот пальчиком этот хайлайтер наносится намного более явно, ну, то есть смотрите, оп-оп-оп-оп-оп, оп-оп, видите, какое красивое сияние, как бы оп-оп-оп-оп, он очень крупнодисперсный, он дает фантастически красивый блик, поэтому если вас не смущает, что хайлайтер дает текстуру, да, немножко может быть он выглядит пятнышком, немножко, 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 но я ему прощаю, вот сухой хайлайтер выглядит классно, классно, вот именно в этом оттенке этот хайлайтер выглядит, мне кажется, просто, просто бомбически, ну вот мне нравится, в последнее время, такие текстуры, это такой эффект, знаете, тут у меня легло пятном, потому что там был жидкий хайлайтер, такой, знаете, эффект мокрой, залитой водой кожи, мне кажется, это безумно красиво, безумно трендово, безумно актуально, сколько раз я сказал безумно, напишите в комментарии, кстати, да, если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте делиться моим видео в своих социальных сетях, поэтому хайлайтеру я говорю да, будьте готовы к тому, что это такая история не на каждый день, хотя я не против, если вы будете ходить так каждый день, я буду только рад, это история такая, очень новогодняя, его также можно использовать красивым бликом на подвижном веке, тоже выглядит очень красиво, то есть можно этим продукт, этот продукт можно наносить и на скулы, и на глазки, в принципе, скажем так, мою боль покупательскую, он перекрывает, он стоит 599 рублей, у него есть зеркало, у него хорошая упаковка, и внутри хороший продукт, очень красивый, очень красивый, я хайлайтер советую, жидкий хайлайтер, разумеется, посоветовать не могу, ну просто потому, что буквою, 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 все по... Ну что, теперь мы переходим к тестированию палетки, я, как и всегда, наношу базу от Etude House на веке, ну, чтобы протестировать тени, так, наношу базу, базу наношу, 15 оттенков тени, что, в принципе-то, неплохо, неплохо, в принципе-то, у нас 15 оттенков теней, 15 оттенков теней, 15 оттенков теней, let it go, let it go, я беру плотно набитый бочонок, бочонок, и беру оттенок Avtonalan, 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 вот этот вот синий оттеночек со снежинкой, а тени очень хорошо переносится на кисть, и наношу его пигмент, сразу же вышел на крыльцо, почесать свое яйцо, пигментированно, скажу я вам, достаточно пигментированно, я работаю аппликативно, наношу вот так вот, вот так вот, этот синенький оттенок, синенький оттенок нанесли, значит можно дальше нам идти, оттенок I'm free, светленький, и сразу начать им подтушевывать, синенький, попытаюсь его через беленький ввести в кожу, ну потому что голубого у нас тут нету, я вот его пытаюсь, и в принципе уходит, секретарь, зафиксируйте, далее я хочу взять оттенок all is found, all is found, вот этот вот оттеночек, all is found, ну тоже на кисть быстро, хорошо набирается, и наношу его вот сюда, вот, вот так вот его наношу, он кстати как-то наносится чуть похуже, или мне показалось, нет, вроде так же хорошо, наношу, стушевываю его синим, наношу вот этот оттеночек, наношу, набиваю, как говорится, набил вот этот оттеночек, набил, ну знаете, тени между собой, правда, ну оттенки, я взял тоже, выбрал такие оттенки, которые между собой, так очень спорно будут работать, дурой буду, не забуду Леху Моряка, оттенок Moze, ой мамочку я возьму, мамочку, мамочку возьму, и вот буду его, и буду вот здесь вот, делать более красную историю, блондинки, блондинки, такие вечеринки, тяжелые блондинки, где тихо и смешно, история мне не нравится, как стушевался бордовый и синий, но, я сам пошел на этот шаг, может быть, мы вот сюда нанесем фиолетовый, сияющий оттенок, и вот этим, the call, the call, оттенок беру, the call, я постараюсь подтушевать, вот эту вот историю, синий куда-то не туда засунул, каким-то российским флагом, подпопахивает, я теперь беру базу под тени, от ламель, и при помощи нее, рисую, что-то, наподобие, каткриса, ну не что-то наподобие каткриса, а рисую каткрис, и такой, достаточно кругленький, кто-то не знает, это, что происходит, это стихотворение Пастернака, шучу, Пастернак тут вообще, ни при чем, хочу взять опять синий, и вот так вот его протянуть сюда, как бы я вот немножко сюда, херачу синий, а дальше я вам скажу, дальше я не знаю, не знаю дальше, что, вот этот вот сияющий, и я его хочу нанести, обязательно, вот этот оттенок гал, я его хочу нанести, вот сюда, вот галов, ну что, сияющие оттенки, достаточно симпатичные, я хочу нанести ног, вот этот вот синий, вот этот вот синий, я хочу нанести, ко внутреннему уголку, ну чтобы уже было, знаете, так, совсем по сумасшедшему, далее я хочу взять, вот сюда, вот, чтобы попробовать, смягчить эту всю историю, вот такой вот фиолетовый оттенок, бруноу, я хочу его взять, и вот нанести его, и я его поднимаю, вплоть до брови, во, видите, я добавил вот сюда фиолетовый, и жизнь стала точно получше, жизнь однозначно стала получше, а теперь под бровь, я хочу нанести вот этого нока, вот этого вот, вот этого синенького, вот сюда вот еще, но стало ли лучше, как говорится, непонятно, только не знаю, серебро, нет, будет колопесице, алопеция будет серебром, я беру белую подводку, белую, это вот классическая подводка, какая была с такой кисточкой, такая вот белая подводка, и сейчас хочу ее нанести, немножко по-новому, начну вот отсюда, и вот хочу как-то так, можно эту полоску сделать серебристой, взять оттенок Power, Power, и как бы, опять серый, беру опять синенький, завожу его на нижнее веко, завожу синенький на нижнее веко, также на нижнее веко я хочу дать карандаш, я нанес в слизистую такой карандаш от Пупы, в 56 оттенке для глаз, немножко эту историю подтушевал самым светлым оттенком, далее хочу взять, хочу взять оттенок Brunel, вот этот вот такой вот фиолетовенький оттеночек, хочу взять, нанести его вот сюда, вот, господи, блестящая проститутка, получилась просто макияж, я надену все лучшее сразу, знаете ли, примерно так выглядит этот сегодняшний макияж, и Power, Power, серебро, я наношу вот сюда вот, и в уголок, ой боже, не давайте Рустему, палетки сияющие, под белая подводка, не вау, как понравилось, хотя давайте сейчас попробуем белой подводкой нарисовать стрелки молнии, попробуем, попробуем нарисовать белой подводкой стрелки молнии, ну рисует она слабовато, хотя на видео ее видно, мне ее не видно, вот что это такое, ну, знаете, я пробовал немало белых подводок, и могу сказать, что это не самое худшее, ну подводка, как бы не самое дно, так выглядят дети, которые в 5 лет забрали у мамы, нашли у мамы палетку теней, второй, и я забыл, что у нас есть жидкие тени, кремовые, как бы топпер, не знаю, как это назвать, так, вторая история, вторая история, мы с вами протестировали, так, половину палеточки, я предлагаю сделать, что-то типа черные смоки, поэтому я беру оттенок The Dark Sea, ну, такое чер, прям черное море, The Dark Sea, ух ты, как пигментированно-то, вы знаете, как пигментированно, о, хорошо пигментированно, люблю такие черные оттенки, если оно еще будет, и тушеваться хорошо, хо-хо, я прям забью все подвижное веко, ими его, слушайте, что я делаю, что я делаю, подождите, теперь беру Пабл, Пабл, серенький и сереньким, матовым тоже хорошо набирается, пытаюсь растушевать этот черный, и смотрю, как оно тут будет себя вести, ну, слушайте, что-то тут даже растушевывается, слушайте, даже если вам лень тушевать, можно сделать черные смоки, я, конечно, сейчас нарисовал себе просто фонарь какой-то, но я безумно приятно впечатлен тем, что тени не сыпятся вообще, возьму оттенок The Call, вот этот вот, и снизу пытаюсь потушевать эту, очень легко с ним работать, и если делать не как я за 2 секунды, а постараться как бы по канонам, по канонам, по канонам, по канонам, 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 по канонам, и если сделать черные смоки по канонам, то мне кажется, все будет хорошо, потому что у меня тут, конечно, очевидная грязь такая получилась, но и то, знаете, добавить ресницы, и как бы все будет хорошо, далее я хочу взять вот этот вот сияющий оттенок и хочу его нанести на серединку эти 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 сияющие тени немножко съели сожрал тени почему-то у соды все жрет тени как бы мне это не нравится ok я возьму дальше далее в работе мы не тестировали с вами красный оттенок анна я хочу взять вот этот красную анну и нанести вот вместо вот этой истории потому что ну потому что потому что потому что вот этот она оттенок я наношу сияющий тоже очень даже неплохой не сыпется хорошо лег вот этот вот красный фроузен вот этот оттенок фроузен он с таким синеватым отливом зря я его туда нанес поломал форму на камере поломал тогда возьму сверху серебро слишком много серебра мама я перебрала гусарская рулетка жестокая игра ну получилась такая пяти хелесица знаете васильковая канва облака как кружева но мне очень нравится текстура матовых мне очень нравится мне нравится текстура сияющих они не отстреливают в глаза они не сильно сыпятся не сильно сыпется и в целом я с вами протестировал уже все оттенки из палетки но так обзор я заканчивать не хочу я сейчас сделаю какой-нибудь красивый макияж глаз и вернусь к вам чтобы сделать сводчи мне в целом все очень нравится вот ну правда это неплохой результат черные смоки за две секунды извините это вообще прекрасно мне не особо вообще нравится то что я сегодня делаю почему-то но решил закончить обзор вот таким вот мейком я уже тут не дотушевывал ничего простите но я вам скажу впечатление после того после палетки очень положительные потому что матовые оттенки хорошо пигментированы сияющие оттенки не сыпятся не попадают в глаза не болючие с ними тоже все круто поэтому палетка то в принципе я очень рекомендую эту палетку и мне очень интересно протестировать еще две палетки в этой коллекции три палетки мне было бы мне было бы интересно протестировать их и посмотреть также они хороши по качеству или нет давайте сделаем сводчи итак начнем мы с оттенка бруни оттенок бруни это красивый сияющий фиолетовый оттенок с фиолетовым потоном красиво ложится красивый металлик нет никаких претензий дальше оттенок all is found это такой бордово ма это матовый оттенок хотя такое ощущение что он как будто не матовый такое ощущение что матовые оттенки очень маслянистые они прекрасно тянутся далее оттенок i'm free это светлый оттенок он пигментированный и можно что-то потушевать тоже к нему нет никаких претензий оттенок ног это светло-голубой сияющий оттенок тоже безумно красивый тянется но кстати у него не такая пигмента но кстати он немножко белит знаете вот минус я такой нашел у него не супер такая пигментация дальше оттенок маза такой красном малиновый красивый оттенок также как я уже сказал такое ощущение что он такой маслянистый тянучий но по сути выглядит он как матовый так это у нас свочи 1 ряда далее оттенок закол это такой бежевый нейтральный тоже пигментированный оттеночек ну вот он тоже можно его заметить вот где-то он тут ну такой телесного оттенка каргент с гаргент с вот этот вот это матовый оттенок это такой знаете полу шиммерный оттенок все-таки он он и выглядит как немножко сияющий и на самом деле такой вот знаете сатин серый power оттенок оттенок power это у нас серебро безумно красивое серебро красиво смотрится на глазах фольга переливается все прекрасно далее оттенок но рлендра я его не пробовал это бежевый сиянием кстати почему я его не пробовал ну вот он такой вот немножко немножко уходит в грязь немножко такой далее оттенок пабл пабл такой вот у нас пабл оттенок это матовый серый оттенок тоже хороший кстати вот почему-то его в свотче почему его не видно тени очень маслянистый очень такое ощущение что это просто какой-то шелк тут у меня знаете то что мы тестировали от vivienne sabo то что мы тестировали от vivienne sabo за 600 рублей и это за 1200 тут намного лучше упаковка тут намного лучше качество поэтому ну прям хороша оттенок the dark sea такое ощущение что он кремовый вот этот черный жгучий оттенок который не плешит не скатывается это один из лучших черных оттенков в подобном ценовом сегменте оттенок джейл джейл очень такой тоже богатый бронзовый оттенок сияющий металлик далее оттенок enna enna это красный сияющий оттенок тоже красивый я его нанес во внутренний нижний уголок очень красивый богатый немножко с малиновым подтоном далее у нас идет оттенал он это нелан какой-то это синий матовый оттенок который прекрасен пигментации который прекрасно тушуется и у меня к нему тоже нет никаких претензий и следующий последний оттенок frozen оттенок frozen он честно мне он не очень понравился но вот я смотрю его сейчас в очи тоже ну просто макияж я его не вписал красиво мне он тоже нравится следовательно я могу сделать вывод что палетка очень крутая очень крутая даже за полный прайс 1200 рублей прекрасная пигментация опять же повторюсь хорошие матовые хорошие сияющий и хороший черный оттенок это такие критерии по которым мы оцениваем с вами палетки что касается жидких теней они разъедают то что было под ними и тоже по текстуре такие знаете маслянистые их можно наносить на голое веко и все то есть история как с люкс визаж мы наносили не подойдет то есть ну вот видите такие вот такие вот просто такие вот жидкие тени не в сердечко скажу я вам в сердечко второй продукт это хайлайтер хайлайтер действительно в сердечко он дает безумно красивое сияние похож чем-то на фэнти но при этом стоит 600 рублей спросите ли вы стоит ли он этих денег да стоит хайлайтер хороший хороший далее белая подводка средняя средняя на чуть-чуть пришивит но при этом например подводка белая от лореаль хуже чем это поэтому полный провал это жидкий хайлайтер и тени для век жидкий а вот то что я могу посоветовать это точно хайлайтер сухой точно палетка теней и возможно белая подводка все мои дорогие на этом мы будем с вами заканчивать потому что у меня 6 утра большое вам спасибо что досмотрели до конца ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь если вдруг еще не подписаны увидимся мы с вами совсем скоро на этом youtube канале но уже в следующем видео пока пока